Пам-пам, с вами Карина! Сегодня хочу поговорить о Manical Mans. Это адвенчура, вышедшая в 1988 на NES. Стала одной из первых адвенчур с классическим интерфейсом Point & Click. Игровой процесс включал инновационные возможности выбора различных по способностям персонажей, а также несколько вариантов окончания игры. Сюжет сильно напоминает сценарий фильма категории B. Здесь представлены и мертвецы с бензопилами, и ужасные щупальца, и секретная лаборатория безумного ученого и нашествия инопланетян. Рядом с особняком доктора Фреда Эдисона внезапно падает пурпурный фантом... Пурпурный метеорит, который спустя 20 лет похищает девушку по имени Сэнди Пентс, подругу главного героя игры. Чтобы спасти ее, Дэйв, заручившись поддержкой двух своих друзей, проникает в особняк Эдисона. Действие финала игры напрямую зависит от выбранных друзей. А чего только стоит бензопила, которую вы найдете? Настолько полезного и многофункционального предмета вам не отыскать ни в одной игре! А кстати, компания Джалека выпустила японскую версию для Нинтендо Фалком, заметно отличающиеся от оригинала. Были упрощены фоновые изображения, игровые экраны были сжаты, а персонажи были перерисованы в стиле аниме. Для 1988 года игра была великолепна, и даже сейчас она не потеряла своей актуальности. Нелинейность и юмор делают игру интересной и для нынешнего геймера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok